Солнце, воздух и вода – универсальный рецепт закалки и укрепления здоровья в купальный сезон. Однако легкомысленное поведение на пляжах может привести к трагедии. Ежегодно в России тонут 15-20 тысяч человек. Около трети из них – дети. Несчастье может произойти где угодно, даже на хорошо оборудованных и популярных пляжах. Николина гора, там речка неплохая, и быстро ездили, Истринское водохранилище. Дети вот ездят в Нуке. Загородный дом, он в Солнечногорском районе, и там есть озеро Сенеч. С начала года спасатели более двух тысяч раз выезжали на патрулирование водоема в Подмосковье. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выездов увеличилось на 12%. Однако многие считают, что и этого недостаточно. Недовольны. Ну, собственно, на пляже сам себе человек принадлежит. Какая безопасность там. Мы вот расположились, поплавали, позагорали и ушли. Никого там нету таких, чтобы спасатели или какие-то там не видела стендов. Честно, там вообще никакой безопасности не было, чтобы там следили, там на лодках плавали, такого не было. Московская область немножко предоставлена сама себе, я так думаю. Поэтому, если брать, допустим, спасателей на воде, то они в этих районах не присутствуют, только по вызову. Большие опасения у людей вызывает и загрязненность рек. Банки, бутылки и другие отходы потребления в воде представляют собой огромную опасность. Бутылки плавают в речках, дети вон падают. Я вот не раз вон, мы купались и натыкались на бутылки еще куда-то. Тогда, да. А безопасность, ее нет. Вот у детей переживаем, конечно, разумеется. Спасатели региона патрулируют ежедневно. Их маршруты охватывают все крупные водоемы Подмосковья. В выходные и праздничные дни число выездов на патрулирование увеличивается в два раза. Однако главным гарантом безопасности всегда остается сознательность самих купающихся. Специалисты рекомендуют купаться только в специально оборудованных местах, не заплывать за буйки, не ограничивать свободу движений других купающихся. Нельзя нырять в незнакомых местах. На дне могут находиться бревна, камни, коряги.